Микс Ньюс И снова здравствуйте, и снова пятница, и опять в студии «Блондинки», в студии «Радио Болтком» Лена Лукьянова. Кюлли Писпонин, звукорежиссер Евгений Копеин. Говорим мы сегодня вот о чем. Что такое гражданин и государство? Что делать, если государство не работает? Так бывает, к сожалению. Или плохо работает. Или плохо работает. Вопрос к слушателям. Виноваты ли граждане, если государство работает плохо? Мы задали этот вопрос на сайте «Радио Болтком» и на нашей странице в Фейсбуке. Выяснилось, что проголосовали таким образом. 87% проголосовавших считает, что да, граждане виноваты, если государство не работает. И 13% считает, что нет, граждане вообще тут ни при чем, идут лесом жарить шашлыки. Обсуждаем эту тему сегодня в студии у нас Светлана Савицкая, общественный деятель, экс-депутат Рижской думы. Светлана, здрасте. Здрасте. По скайпу у нас сегодня Павел Ивлев, адвокат, директор Кресс-политшколы. Паша, здравствуй. Здрасте. Каждый раз, когда тебя видишь, хочется попросить миллиард другой. Ну, а об этом чуть попозже, если вам интересно. Просить, не запрещено. Погуглите, узнаете, кто такой Павел Ивлев и почему у него все просят миллиарды. Ну, мы возвращаемся к нашей теме. Тема у нас гражданин и государство. Лен, я думаю, твоя вводная должна быть. Ну, вот я смотрела за тем, как проходил опрос и видела, что самая низкая цифра была тех, кто считает, что гражданин виноват, когда государство работает плохо. Ну, мы должны только иметь в виду, что оценка работает плохо. Это субъективная оценка граждан. Если гражданин считает, что государство работает плохо, то кто в этом виноват? Было 85%, 86%. Но в общем, в целом, подавляющее большинство сказали, что все-таки в плохой работе государства виноваты граждане. Вот я абсолютно в этом убеждена, потому что кто бы то ни был, любой государственный орган начинает хамить, безобразничать, превышать полномочия и расхолаживаться, если у него нет гражданского контроля. Если нет реакции потребителя, мы должны исходить из того, что государство – это не что-то, что дано нам сверху, а это та услуга, которую мы за свои деньги нанимаем и качество, которое мы должны контролировать. Если нет этого контроля, если нет второй стороны, ну, мы не говорим про абсолютистские режимы или там про монархию, но про республиканскую форму правления. Если нет обратной стороны, то государство работает плохо и виновата в этом, на самом деле, обратная сторона. Если граждане не участвуют, если граждане не оценивают, если граждане не контролируют, какие законы принимаются, то в общем, государство скорее будет работать плохо, чем хорошо. А вот что надо делать и какие есть способы, чтобы… Какие у граждан есть инструменты и возможности им пользоваться. Паш. Ну, в общем, во-первых, с Леной Анатольевной сложно спорить, она абсолютно права, да, как это работает и какие инструменты. Я бы хотел только, знаете, давайте мы определимся, мы какое государство имеем в виду, а то их как-то у нас много даже на сегодняшний день. Да, вот я в Штатах, значит, Россия – это то, откуда мы так или иначе произошли. Латвия – это та страна, которую мы любим, где вы сейчас находитесь. Мы про Латвию говорим? Ну, давайте начнем с Латвии, да. В Латвии, безусловно, в силу различных, я думаю, все-таки советских пережитков, вот этой гражданской самосознательности, в общем, не хватает, на мой взгляд, да. Потому что, как бы, отбросив Россию, где, в общем-то, государство это все и, так сказать, этот режим задавил, так сказать, по большому счету, любую инициативу снизу, Латвия как раз в силу, так сказать, демократического устройства, все должно быть сильно наоборот. То есть, люди снизу, в общем, должны иметь и слово, и власть, и, значит, требовать своего, и, в общем-то, инструменты эти все у них есть. Ну, почему-то они ими не пользуются. Да, и почему они ими не пользуются, ну, в общем-то, скорее всего, в силу того, что не очень понимают, как ими пользоваться, не очень готовы к этому. А кто в этом виноват, Паш? В этом государстве виноват? А власть виновата, которая не объясняет гражданам своим или не хочет объяснять своим гражданам про инструменты, которыми они могут влиять на эту самую власть? Ну, во-первых, да, не объясняет, но, во-вторых, а государство само не знает, да. То есть, в общем-то, оно же молодое достаточно, и люди, которые, так сказать, это государство, на сегодняшнее время я имею в виду латвийское государство, которое там, значит, где-то заседают и руководят, они тоже, значит, их же тоже не научили когда-то, что они должны доносить до людей, что вот она, ваша власть, и вперед. А не только на выборах, грубо говоря, к ним обращаться, да, давайте нас изберите, мы вам там что-нибудь такое устроим, и в итоге ничего не происходит, а постоянно это взаимодействие должно быть. Я не говорю, что этого нет, я думаю, что, конечно, в Латвии это гораздо лучше, чем в России, но еще много есть чему учиться и гражданам, как бы понимая свою роль в обществе, как они могут влиять на политические процессы, и их представителям, которые тоже, ну, как бы не очень еще осознали вообще, как взаимодействовать с народом, помимо выбора. Что называется, в тылу врага, была тем самым, той самой властью, которая не обучает инструментам наших граждан, ну, какая бы ни была, это все равно власть. Вот, расскажите нам, пожалуйста, почему не происходит, не знаю, такой разъяснительной работы образовательной, и нужна ли она вам, депутатам? Да, вы знаете, я сейчас дохожусь в позиции гражданина, потому как три года я в политике не работаю. На мой взгляд, одна из самых больших проблем в Латвии, это проблема того, что действительно жители, здесь мы говорим и про граждан, и про неграждан, потому что вы прекрасно знаете, что у нас в стране это несколько понятия отличающиеся, не используют зачастую механизмы влияния на власть и, соответственно, диалога с этой властью. Если мы говорим про муниципалитет, то здесь механизмы, они понятнее, то есть любой житель города может прийти в свое самоуправление, по большому счету, по любому вопросу. То есть нет какой-то особой пропускной системы, то есть ты можешь попасть в Терешскую думу, к любому депутату записаться на прием и свои вопросы, собственно, задать. Также жители могут участвовать в работе разных комитетов и так далее. А законы? А жители знают о том, что они могут участвовать в работе разных комитетов? Пользуются они этим своим правом? Вы знаете, вот на практике пользуются, действительно, приходят частные лица со своими какими-то инициативами или с претензиями, например, в каком-то районе не нравится какой-то определенный аспект или деталь в инфраструктуре и так далее. И на уровне муниципалитета это решать проще. И есть всевозможные так называемые общественные обсуждения, это было бы из Кабспешина, где жителей приглашают высказать свое мнение по разным вопросам. Там, может быть, мы смеялись, скамеечку поставить можно во дворе. Но это важно. Это важно, это, безусловно, важно, потому что это те вещи, с которыми мы встречаемся, соприкасаемся каждый день. С самоуправлением мне понятно. Мне кажется, что гораздо большей проблемой является контакт с властью законодательной. Потому как, во-первых, ты, как гражданин, ты, конечно, можешь заявиться на комиссию, когда рассматривается определенный законопроект и сказать, вот это вот мне очень важно, очень интересно, пожалуйста, выпишите мне пропуск. Но, во-первых, я думаю, что не все могут попасть в парламент, не все знают, когда эти комиссии заседают, не все знают, где можно посмотреть повестку дня заседания комиссии, заседания парламента и так далее. И, по сути, вот даже я человек, который соприкасается с разными аспектами, скажем так, разными уровнями власти в стране, мне нужно покопаться и вспомнить. Вот это вот нужно на этом портале посмотреть, это здесь. И я понимаю, что для обычного человека, которого, например, волнует вопрос того же образования, это просто у меня сейчас больная тема, поскольку мы с родителями пытаемся взаимодействовать с законодательной властью и пытаемся вести диалог, может быть, потом подробнее коснемся позже, если коснемся, я начинаю вспоминать, где именно я должна вот этот вопрос уточнить и где мы можем участвовать в обсуждении. То есть это не очень просто. Но это законодательная власть. Но прежде чем вы придете на заседание комиссии, вы сначала эту законодательную власть избираете. Вот начинать надо вообще-то взаимодействие, Паш, я думаю, все-таки с выборов. Вот в Латвии достаточно высокая явка, хотя по прошлой явке на выборы в Сейм, по-моему, тут очень сильно плакали. Было то ли 53, то ли 54 процента, и все плакали. Ой, явка упала. Ой, она была 56, теперь она 53, какая беда. Ну, с Россией мы не сравниваем, где явку еле-еле за счет отдельных регионов натягивают на 20. Я вот задаю вопрос, вот вы не пошли на выборы. Почему вы здесь не пошли на выборы? И мне отвечают, как здесь, так и в России. А ничего не изменится, будет тот же расклад по партиям, будет та же коалиция. Паш, меняется что-то, вот придет 70 процентов, будет другой расклад в Сейме? Ну, думаю, что нет по большому счету, потому что даже 20 процентов репрессивных. Но, слушайте, 53 процента – это очень хорошая явка, да, потому что я небольшой специалист в области статистики, но я понимаю, что, так сказать, американские выборы приходят от силы тоже там 20-25 процентов, но иногда, когда там у нас президент-творуха подымается, а так на местные выборы вообще особо никто не ходит. Но, с другой стороны, людей не в чем винить, потому что политически сознательных в среднем в любой стране тоже процентов 15-20. Остальные – это как бы подтянувшиеся на выборы, вроде как надо идти. А так вообще людей вовлеченных – это далеко не каждый. Вы поймите, что… Итак, я думаю, что вы прекрасно со мной согласитесь. Люди в большинстве своем считают, извините меня, советский спорт. И новости их не интересуют, тем более политические новости. Точнее, интересуют от случая к случаю, в общем, очень редко. Поэтому, конечно, выборы – это естественный момент, когда активность повышается, когда люди что-то начинают делать. Не буду, Лен, с тобой спорить, на выборах все это гораздо активнее проявляется. Но это далеко не все. На мой взгляд, гораздо важнее, скажем, если говорить о… Да даже, в общем, обо всей Латвии, она все-таки очень маленькая. А вот бюджетный процесс – это достаточно важный момент, в который, так сказать, именно осмысленные граждане, которые понимают, о чем идет речь, должны, в общем-то, втягиваться и заниматься. И вот здесь следующий вопрос. То есть маленькая ремарка, я бы все-таки все равно поспорила с Леной Анатольевной, что выборы – это все. Нет, не все, конечно, выборы. Не все, с них начинается. И начинать с них тоже очень сложно, потому что я, как человек, проработавший 25 лет в инфропространстве, знаю, какие люди ходят на выборы. В основном. Вот те вот 15%, как говорит Паша, это какие-то осознанные, осознанный выбор делают. Остальные проценты – это люди, которых заставили, принудили. Но это в России. Ты знаешь, я не имею в виду политическое давление, я имею в виду даже давление общества. То есть ты что, не пошел на выборы, говорит кто-нибудь на хуторе, там, ну, нужно, конечно, сходить, ты что. А за кого голосуют? Да за кого-нибудь. Вот так и голосуют, Лен. Большинство людей голосуют за кого-нибудь. За кого сосед проголосовал? За кого посоветовали друзья за покером или за кружкой пива? Я здесь в Латвии поработала международным наблюдателем на выборах в СЭМ. Я видела очереди, которые стоят на избирательной участке. Я видела прекрасные участки. А я в этой очереди разговаривала с ними. Они не знали, за кого они голосуют. Серьезно? Да, серьезно. Тоже в Латвии. Я правила латейскую очередь, говорю, на выборы. Ну, так вот. И все-таки давайте, наверное, немножко оставим выборы, потому что это действительно сложный процесс, который очень мало вовлечено народу, и очень, к сожалению, очень многие считают, что от них этот процесс не зависит. Я имею в виду граждане. То есть все равно пройдут те, кому нужно пройти, кого уже назначили и так далее. Но. Не согласна, не согласна. Это мы уже поняли. Но существуют другие инструменты. Все-таки давайте все-таки дадим время нашему эфире еще и другим инструментам, чтобы граждане понимали, что у них не только возможность в бюллетене крестик поставить, а еще какие-то есть. Там пойти, окей, в муниципалитете, заставить, поставить лавочку или убрать лавочку. Вот Паша упомянул бюджет. А строительство бюджета, да, принятие бюджета. Каким-то образом, Светлана, могут влиять граждане на бюджетные статьи до того, как его примет новая дума? По сути, нет. Не могут. Не могут, да. Да, да. Есть, мне кажется, что общество как таковое, ну, как бы, во-первых, если мы говорим о каких-то возможностях влияния на власть, то, безусловно, есть, например, такие объединения, как профсоюзы, всем хорошо известные. Они рабочие в Латвии? Они рабочие, они рабочие. И, на мой взгляд, самый яркий пример, и пример того, что общество действительно может влиять каким-то образом на политические решения, это было вот недавнее выступление наших медиков. Да, они очень грамотно подошли к решению своей проблемы, да, ну, во-первых, как бы, скажем так, тут и сам Бог велел, потому что законодательно было принято одно, а на самом деле потом оказалось, что денег в бюджете нет, да, и медики свою такую гражданскую позицию проявляли абсолютно по-разному, начиная от забастовок, у них были переговоры, у них были митинги, да, и вот этот комплекс вот таких вот гражданских инициатив, он, по сути, дал результат. Да, мы не можем сказать, что результат стопроцентный, но, тем не менее, мне кажется, что вот это... То есть безнаказанно профилонить этот закон не смогли? Не смогли, да, но... Значит, это уже результат. Безусловно, безусловно. Я ей говорю, что вот мне кажется, что самым ярким примером выступления какой-то определенной группы, которая профессионально связана, это вот мы можем говорить о наших медиках. Если мы говорим о каких-то инициативах, которые делят наше население страны на два этнических лагеря, здесь все гораздо сложнее. Ну, хорошо. А давайте об этом... Девочки, у нас разрывается телефон полчаса, давайте дадим возможность поговорить нашим слушателям. Телефон 672-12-939, 672-13-939. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, Александр. Тут вы про медиков говорили. Я вспомнил сразу Жванецкого. Государство вошло в их положение, потом еще раз вошло, а потом оставило их в их же положение. Вам не кажется, это первый вопрос, а второй вопрос. Вот вам надо было еще пригласить, было бы сюда программиста, он бы вам очень четко описал систему выборов, скажем, систему газ-выборов, как она осуществляется. В России? Да. Не, про Россию мы не говорим. Александр, спасибо большое за ваш вопрос. Давайте сразу же послушаем второго, зазвонившегося. Алло. Алло, здравствуйте. Алло. Да. Добрый день. Ну вот я тоже с госпожей немножко не согласен. В Атвии я считаю, что 90% выше идут люди осознанно на выборы. Если проанализировать партии, которые сошли за пчел, допустим, вот они провалили и провалили. То же самое, согласие, я думаю, они последуют там же тоже. То есть если люди выбрасывают забор, то они осознанно выбрасывают. Не так, что соседи. Нет, нет, вы в корне ошибались. Да-да-да, хорошо, спасибо большое. Я с вами согласна. А скажите, пожалуйста, вы себя гражданином, влияющим на государство, ощущаете? Влияющим на выборы конкретных людей, да, ощущаю. Но, к сожалению, эта обойма, она одна и та же. Вот в чем беда. Хотя бы вот даже взять ту же Украину. Как-то мне было плохо. Но там сейчас люди другие пришли к власти. Хорошо или плохо. Мне кажется, в Латвии, если бы было поменять хотя бы 70%, не важно там, откуда пришли, да, но люди, которые другие. То есть другой менталитет, другие планы, другие работы, другие связи даже. Где-то с Европой, там, тоже с той же Америкой и так далее. То есть, а здесь идет вот общий такой, ну, выбираем из одного котла. Короткая скамейка запасных. Везде проблема. Спасибо вам большое за ваше мнение. Да, очень хорошее. Мы прервались на национальном вопросе, которых действительно разрывает страну, и действительно его нужно решать. И, наверное, те люди, которые сейчас у власти, и уже давно у власти, как говорят наши слушатели, несменяемы, просто, может, называются по-другому. Давай по-другому назовем. Не национальный вопрос, а этнолингвистический конфликт. Да как угодно-то это назови, все это все равно понимают именно так. То есть, окей, давайте говорить эфемизмами. Ландышева-Сосновый, пусть он будет. Но это вопрос, который придется решать как можно скорее. Иначе невозможно движение, невозможен прогресс. Да? Да, 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 я с вами согласна. А вы были во власти, вы понимаете, что там это понимают? Или просто каждый пытается разыграть свою карту? Как же вы хотите решить быстро национальный вопрос? Ну, конечно, за 20 минут у нас осталось еще. Че, Лен, это как? Мы учились дарить его. Летин решал, решал, остальные за ним. У нас другие методы, Паша, поверь мне. Не надо сравнить. Давайте все-таки о механизмах. О механизмах, иначе мы ничего не решим. Ну, хорошо, вот есть у вас способ сбора подписей, и если их определенное количество будет собрано, то Сейм должен будет рассмотреть вопрос или законопроект. Как это работает, Светлана? Очень хороший вопрос, потому что мне кажется, что вот самый простой способ заявить какую-то свою гражданскую позицию, мы сейчас все очень ленивые, все любят соцсети, погуляем мы рядом с домом, сфотографируемся, никуда не пойдем дальше и в соцсеть поставим. Но интернет, безусловно, многие процессы делает проще. И есть такой портал Manabals.lv, на котором периодически появляются разные гражданские инициативы. Если эта инициатива набирает 10 тысяч подписей, то она попадает в некую парламентскую комиссию, и дальше комиссия уже рассматривает и дает какие-то свои рекомендации. Комиссия не может отказаться ее рассматривать? Нет, если 10 тысяч подписей есть, то отказаться рассматривать она не может. Но ведь это не так сложно собрать 10 тысяч подписей? Нет, нет, это очень просто. И проблема заключается порой в том, что инициативы, которые формулируют граждане, являются не всегда юридически корректными, потому что не каждый из нас юрист. И, соответственно, когда эта инициатива набирает 10 тысяч подписей, и попадает в эту комиссию, комиссия по формальным каким-то определенным критериям может ее, собственно, зарубить. Так часто бывает? Ну, вы знаете, этот механизм, он молодой, поскольку я понимаю, что инициатив, которые собрали 10 тысяч подписей, тоже не так много. Но во всяком случае... Ну, подождите, это главный вопрос. Это развивается. Ой, подождите, придется этот главный вопрос задать буквально через пару минут, потому что нам нужно прерваться на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. А мы еще говорим, говорим сегодня о гражданине и государстве. Что делать, если государство не работает? Телефон студии 672-12-939, 672-13-939. Студия у нас сегодня Светлана Савицкая, общественный деятель, экс-депутатрической думы. По скайпу с нами Павел Ивлев, адвокат, директор Кресполис-школы. Вопрос, на который мы прервались. Получается, что человек собирает подписи. Там 10 тысяч. Вот у него какая-то инициатива. Это уходит в Сейм. Сейм, если ему не хочется этим заниматься, например, он находит какую-то юридическую заковыку, это все уходит обратно. Люди, может быть, не знают, какие дальше, последующие шаги у них должны быть правильно юридически оформлены. И все это куда-то уходит в песок, например. Есть второй вариант. Оно может дойти до заседания парламента. И парламент, собственно, ни к чему не обязывает. Эта инициатива может проголосовать против. И, собственно, точно так же уходит в песок. Но есть какие-то позитивные пути решения такой проблемы? Во-первых... Вообще были такие премьеры уже? Были. Были. Да, я сейчас не скажу сходу конкретные инициативы, которые были поддержаны, но были. Мне кажется, что один из способов решать какие-то вопросы и дискутировать с властью, у нас есть большое количество разных общественных организаций, где люди объединяются, в которых люди объединяются по совершенно разным своим интересам. И если вот эти общественные организации, если они правильно работают, если они ставят свои цели и доносят грамотно свою позицию до власти, это тоже, мне кажется, один из механизмов, каким образом власть должна воспринимать и должна ослышать общественников. А вот такая площадка, как... Лампа. Фестиваль Лампа. Я точно знаю, что Креспали школы и Павел участвуют в этом мероприятии. Он уже заявился на этот год. Что это за площадка? Полезна ли она? Ну, на мой взгляд, очень интересная, свободная, веселая. К сожалению, я не знаю латышского языка, поэтому мне там, так сказать, многое просто непонятно, и я прохожу мимо, но я вижу, что там активно участвуют люди, так сказать, политически вовлеченные, там и депутаты, и члены правительства приезжают, премьер-министр. Вот. И, в общем, свободно все там разговаривают, друг с другом общаются. Ну, собственно, это же фестиваль общения, прежде всего. Мы там продвигаем, которая к политике современной имеет очень мало отношений, но площадка замечательная, и, мне кажется, она вполне себе хорошо растет и развивается. Свет, там могут быть какие-то инициативы сформированы на Лампе? Думаю, что безусловно, потому что в живом общении, в живом диалоге, вообще вот в человеческом общении они рождаются самые интересные, самые свежие, на мой взгляд, самые правильные идеи. Вот вы свою проблему понесете на Лампу в этом году, связанную с детскими садами. Да, несем, безусловно. Я очень надеюсь, что, может быть, нам удастся все-таки решить ее до Лампы, потому что Лампа будет летом. Но я считаю, что тема образования, тема детских садов и вообще, тема нашего совместного проживания в этой стране, она невероятно важна. Потому что пока у нас есть вот это... Этнолингвистическая. Когда коммуналка, простите, да, и когда мы постоянно возвращаемся к вопросам, это так лингвистическим, да, мы не можем двигаться вперед. Идти вперед, по другим направлениям. Понимаете, да. Мы все время копаемся в каких-то старых обидах, мы все время говорим о том, что... А вот вы, может, знаете, Света, почему такая упертость? Мы очень много уже об этом там из-за столов в кухне, что называется, спорим и так далее. В Швейцарии там, да, не мешает говорить на нескольких языках. Многим странам не мешает говорить на нескольких языках государственных. Ни у кого не сносит башню от того, что, ах, вы ущемляете мои 2% населения этой страны. Или наоборот, не ущемляете, а вы их, наоборот, возвеличиваете. Почему здесь настолько... Ну, не знаю, мне со стороны кажется, что это такое какое-то нежелание просто решить этот вопрос. Или это настолько сложно? Во-первых... Есть же примеры. Да, во-первых, есть исторический контекст. Есть, безусловно, определенная напряженность и обиды одной этнолингвистической группы на другую. Но мне кажется, что основным моментом является... Вот мы все время, понимаете, как бы мы все время вынуждены реагировать на некие политические ходы. А ведь так удобно положить снова, так просто взять снова национальную карту. Ну, это самое простое, конечно. Одни начинают кричать «Русские идут», вторые кричат «Латыш, не сдавайся». И все. И не нужно класть никакого экономического проекта. Не нужно разрабатывать сложные какие-то конструкции для того, чтобы, собственно, попасть... С коммуникацией с людьми. Да, да, да. Зачем? Зачем? Неважно, что страна катится непонятно куда в контексте экономики. Мы снова будем накачивать вот это эмоциональное напряжение, мы будем в него инвестировать для того, чтобы, собственно, опять оказаться у власти. Ну, слушайте, ну не работает это 30 лет. Ну, посмотрите, что происходит. Да, я считаю, что нам нужно каким-то образом уже однажды, не знаю, проговорить ли больные темы, да, обозначить ли какую-то позицию совместную и понять, что мы должны вместе идти к нашему будущему, да. У меня растет трое детей, я никуда не собираюсь уезжать, я люблю эту страну, я патриот, настоящий патриот. И, наверное, в течение 10 лет я жила в полном ощущении комфорта, я всегда работала в двуязычных коллективах. Мы говорили всегда на двух языках, да, не потому что кто-то не знает русского или латышского, а из уважения. У нас нет никакой проблемы, пока не начинает накачиваться вот эта политическая составляющая, нет у людей проблем между собой. Вот Паша говорит, что он занимается вопросом, не имеющим никакого отношения к политике. Подождите, новая история. Вы делаете новую историю Северной Европы. Как же это не имеет отношения к политике? Может быть, тут проблема как раз была в том, что история была не так написана? Ну, история, к сожалению, много раз была не так написана, а главное, переписана. Это любимое дело всех правителей, кажется, переписывать историю. Да, это, к сожалению, отдельная, так сказать, проблема, потому что многие люди ведь считают, что история вообще не наука никакая, да, и убери, и переписывай каждый раз, и вообще тут верить никому нельзя, что, на мой взгляд, заблуждение. Мы как раз пытаемся принести, так сказать, основную историю, взгляд юриста на историю, да, то есть, есть факты, есть источники этих фактов, есть, так сказать, как, в конце концов, способы доказывания, что правда, что неправда. Если это всё правильно раскладывается, то получается настоящая картинка, как она была. Понятно, что кто-то хочет забыть одно, кто-то другое, и понятно, что в Латвии тут, конечно, нагромождение проблем, да, связанных с различными периодами оккупации. Или там, так сказать, ладно, не будем трогать. Вот, поэтому Латвия как раз достаточно интересный пример для изучения, прежде всего, хотя, с другой стороны, мы изучаем гораздо более глобальную тематику, и наоборот, углубляемся в какие-то отдельные моменты, да, то есть, в прошлом году мы говорили о латвийских героях Российской империи, да, то есть, о людях, рождённых в Латвии, ну, которые очень серьёзную роль сыграли в Российской империи, ну, в основном, так сказать, уже на её закате. Сейчас мы вообще будем говорить о карательной психиатрии, вот то, что мы запланировали на это лет, и тоже, так сказать, тема достаточно интересная, в том числе и в латвийской истории. Я опять, я не хотел бы, так сказать, удаляться вот в эти частности, да, давайте вернёмся в ролик, если можно, к роли гражданина. Ну, это же тоже позиция. И в государстве, да, и насколько это возможно, потому что, мне кажется, сейчас же очень интересный в Риге момент приближается, да, вот эти выборы, если не ошибаюсь, они там скоро уже. И вот этот вопрос расклада, так сказать, кто контролирует риску дома, кто является мэром, он достаточно сейчас становится важным, да, тем более, что, ну, нужны же явно совершенно, нужны перемены, да, всё, такого нет. Что будет дальше? Что будет дальше? Кто будет дальше? А давайте послушаем дозвонившихся, может быть, они знают, что будет дальше. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Здрасте. С большим интересом слушаю вас каждую пятницу. Спасибо. Ну, правильно, поймите фразу, как такой, знаете, новое мнение, что ли, для нашей страны, хотя я сам русскоязычный. Вот сейчас прозвучала в студии фраза, вот какое-то нежелание или так далее. Вы знаете, я вот как житель этой страны, которая здесь родилась и прожил больше 30 лет, могу сказать, да, нежелание, но немножко другое, более точное слово надо подобрать. Системное нежелание. Системность. Это просто, ну, поверхностный анализ всего, что здесь происходит, даже на уровне там заголовков прессы, вам даст понять, что этнический конфликт здесь лег в основу именно заработка. То есть здесь все ложится в то, чтобы именно определенный бизнес-элит, образовавший здесь после 90-х, именно зарабатывали на этом. Это первая вещь. А вторая вещь, которая такая, ну, скажем, более точная, что ли, по поводу того, почему все-таки этот конфликт сохраняется, опять же, поверхностный анализ, сделайте, пожалуйста, кто стоит у власти. Глава Конституционного суда, спикер, наш премьер, наш президент, в конце концов, люди, это прямо или косвенно отнесящиеся к так называемой тримде, это термин латвийский. Те, кто угнали в свое время из СССР, либо в период, когда сюда армия вошла, либо в 70-е, когда приоткрыли железный занавес. Так вот этот ревизионизм они и принесли сюда, прямо или косвенно. Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, подождите, подождите, пожалуйста. А вот вы... Нет, ушел. Не ответил на наш вопрос. Окей. Хотелось бы узнать просто действительно, вот молодой человек, который здесь родился, проживает больше 30 лет, чувствует себя гражданином страны, который способен влиять на это, на развитие этой страны. Мне очень бы хотелось, ну понятно, что это абсолютно утопическое желание нас всех, уехавших, я имею в виду, из России, влиять на то, что происходит в твоей стране. К сожалению, мы не можем влиять даже массовыми акциями протеста, которые превращаются в массовые репрессии и так далее, и так далее. Здесь, Светлана, вот этот инструмент массовой акции протеста как способ несогласия с властью работает? Он вообще когда-то работал? Не работает. Не работает? Не работает. Потому что я видела пара маршей против отлучения школ от русского языка, что-то такое было. Но они были очень маленькие, да, малочисленные, и немножко странноватыми, так скажем, фриковатые. Хотя мне кажется, что так как это действительно задолевает огромное количество народа, то есть странно, что тогда не вышла огромная часть страны протестовать против этого. Вы знаете, здесь я могу говорить о себе, как о человеке, который не только видел все это на протяжении многих лет, но и участвовал. В 2003 году, мне было 18 лет, я в тот момент заканчивала школу, и это была первая волна, скажем так, во главе Министерства образования был тот же Карли Шадурскис, который, собственно, очень активно... То есть у вас с 93-го года министр образования или поменялся? Он уходил? Нет, нет, нет. А, он как наш Путин, уходил, но вернулся? Он уходил, но вернулся, у него был незакрытый гештальт, понимаете, как сейчас модно говорить. Какого крепкого здоровья человек. Да, 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 да. И в тот момент, 2003-2004 год, была невероятно мощная и сильная волна защиты русского образования здесь, потому что до того момента школы были, существовали латышские, существовали русские, и, соответственно, в 98-м году был принят закон, норма закона была прописана таким образом, что школу русских стать не должно вообще. И 100% обучения должно было быть, там, с 2004-го года на латышском языке. И в тот момент это вызвало невероятное негодование. Общество было несколько иным, общество было более эмоциональным, да, мы тогда еще верили, что все можно изменить. Еще не потухли глаза. Не потухли, сейчас потухли, да, у людей. То есть это отдельный аспект, о котором нужно говорить, да, и отдельный момент. И тогда на улицы выходили невероятные митинги. То есть для нашего города 60 тысяч человек на улицах, ну, это сумасшедшая цифра. Да, и тогда мы ездили в Европу с детьми. Это были школьники, вот я сама была 18-летней школьницей. И, естественно, юношеский максимализм и вот это вот боли, обиды, как же так, и русский язык, и я, я же гражданка, я же вот-вот-вот. То есть все это присутствовало, и люди очень верили в то, что мы что-то можем изменить. А нет, да, и закон был принят, принят он был несколько, не то, что принят, да, несколько в смягченном виде, и пропорция преподавания на государственном языке и на русском языке, она была такая, что 60 на государственном, соответственно, в старшей школе и 40 на русском языке. Свет, я вот сегодня как раз думала об этом, вот все говорят, ну, мы же тогда вышли. Но, вы знаете, одного, двух, трех митингов, вот сейчас мы смотрим по России, только массовое, постоянное обсуждение этих вопросов, систематическое давление, длинное давление. Вот мы сейчас так заключенных пытаемся там вот с этими уголовными делами страшными, политическими так справляться. К этому должны быть подключены средства массовой информации. К этому, к этому, это, это большая, тяжелая работа граждан. Она не одноразовая. Она, мы тоже в России этому учились долго и трудно, еще не научились до конца. Но для того, чтобы государство работало, по нашему мнению, хорошо, повторяю, это субъективная оценка, это постоянное отрывание, извините за выражение, задницы от дивана. Это волонтерская работа. На этом не заработаешь. Но это единственный способ сделать так, чтобы государство начало считаться со своими людьми. Я вспоминаю, я читала об этих протестах, у вас там даже и аресты были, но у вас были и беспорядки, честно говоря. В тех митингах за образование не было. Это было, да, это было достаточно спокойно. В любом случае, это работа систематическая, каждодневная и тяжелая. Паш, что думаешь? Что, еще не закрыли школу, которая на русском языке учит? Ну вот, еще поколение. Нет, не закрыли, у меня ребенок учит. Давно пора. Я к этому призывал два года назад. Я тоже так считаю. То, что у вас происходит, это безобразие. Нет. Это надо покончить раз и навсегда. Нет. Есть один язык, на нем мучат все остальные. Как хотите, учитесь дополнительно. И вообще, учите все английский. Потому что ни на каком другом языке вы не получите нормального современного образования. Вот это правда. Давайте дадим возможность высказаться дозвонившимся. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Вы знаете, что я хочу сказать? Здесь сложилось уже давным-давно двухобщенное общество. Курский язык и латвийский. Это... Это плохо. Где еще какой государство в Европе, где 40% у нас русского населения. И вот за это время, когда я гражданка, все, была в составе Народного фронта, когда за независимость, все это я участвовала, и в баррикадах участвовала. Ну, вот 30 лет, значит, этой независимой латвии. За 30 лет ни разу не было ни одного русского министра, ни в Сайме ничего. У нас партия русская, согласие, которая всегда побеждала, но против них всегда образовалась коалиция только именно потому, что... Это-то понятно, как поменять эту ситуацию. Подождите, а вам нужно, чтобы был русский министр, или чтобы он дело делал? Какая разница какой национальности? Нет, это не по факту, хорошо. Есть очень много... А их не допускают. Вы понимаете, все время объединяются националисты. Патри националисты. Спасибо большое. Мы поняли ваше мнение. Спасибо большое. Давайте вдогонку послушаем еще одного. Алло, здравствуйте, говорите. Алло, здравствуйте. Я хотел бы маленький комментарий и маленький вопросик задать. Вот ваша гостья говорит, что была участницей тех далеких протестов, в результате которых был принят такой компромиссный вариант. Вот это вот двуязычное обучение, разделенное по процентам, сколько на русском, сколько на латышском. В результате, вот как ваши гости оценивают результат, добилось ли государство того, чего хотело? То есть, чтобы русские дети овладевали латышским языком. Я свою точку зрения в двух словах скажу. На мой взгляд, не совсем. Несмотря на то, что большая, очень большая, наверное, большая часть населения, действительно, население, скажем так, детей, школьников, учащихся, все-таки есть значительный прогресс. Латышский язык знают, но есть и очень большая часть, по-прежнему еще непростительно большая часть, которая абсолютно, не знаю по каким причинам, но не владеет госязыком. И я это знаю на примере своей работы. Я водитель трамвая, я вожу людей, я встречаю студентов, учащихся старших классов, которым, задавая элементарный вопрос, докуда вам ехать, он не может ответить на языке. Ну, самые элементарные вопросы, уже не говоря о том, что на личной клетке молодежь продороваться не может на латышском языке. Ну, вы все-таки преувеличиваете. Даже я могу поздороваться на латышском языке. Вы поздороваетесь, а многие нет. Так может, они просто не очень воспитаны в этом проблема, а не в том, что они не знают, как это сделать на латышском. Большое вам спасибо. А скажите, пожалуйста, вы, ответьте на вопрос. Вы себя чувствуете гражданином государства? Я обязательно, конечно. Вы хотите влиять на то, что происходит в стране, на его законодательную политику? Я не знаю. Стараюсь всеми силами. Очень часто приходится разочаровываться. Это нормально. Потому что обещания даются одни, но не выполняются на самых разных уровнях. Начинают муниципальные, заканчивая госуровнем. Но не знаю. Но каждый раз приходится опять искать, искать, присматриваться, прислушиваться. Да, так и в жизни. В браке тоже не всегда бывают счастливые. Спасибо вам. Спасибо за ваше мнение. Как вы считаете, Светлана, удалось добиться государства того, что она хотела? Вы знаете, я настолько удивлена тому, что услышала, потому что уже с 2004 года у нас ребята в русских школах сдают экзамены, простите, на латышском языке. И очень многие, в принципе, не знаю, сколько лет уже, получается, прошло 2004 года. И, соответственно, поэтому мне кажется, что даже в мое время, когда я заканчивала русскую школу, училась на русском языке, латышский был вторым языком, который я изучала, в моем классе все говорили прекрасно. Да, в тот момент, когда мы еще не застали реформу, я повторю, в тот момент, когда образование перевели в старшей школе на 60-40, уровень знаний латышского языка, я уверена, что должен был возрасти. Я сейчас не буду вставать на твуретку и что-то доказывать. У меня ребенок учится в рижской обычной школе на русском языке, ну, то есть вот этот 60-40, она в восьмом классе, у них очень много предметов на латышском. Ей, конечно, тяжело, потому что мы недавно приехали, и для нее это абсолютно новый язык, но, тем не менее, да, конечно, они учатся на латышском. И в следующем году будут сдавать экзамен на латышском языке, конечно. У вас в восьмом классе, у меня старшая дочка учится в третьем классе, так вот они сейчас готовятся к диагностирующей работе, и ребенок приходит, и я понимаю, что у нее есть картинка. У меня девочка садится и пишет сама, да, естественно, у нее есть ошибки, естественно, Гарм занимается, это абсолютно нормально, естественно, но ребенок может связанно написать 15 предложений на латышском языке в третьем классе, о чем мы говорим. Хорошо, мы опять скатываемся. Мы опять взялись все туда же. Я что хочу предложить? Извини, пожалуйста, окончательный ответ. Массовые акции протеста – это не инструмент в Латвии. В нашей стране нет, потому что люди, более того, люди боятся… Но это самый простой инструмент, в принципе, в использовании. Самый простой, но, скажем так… Может, это лень? Нет, это лень. У нас государственная структуры… У нас даже нет репрессий за выход на улицу, как в России. Структуры работают хорошо, скажем так. И что это значит? Я знаю очень многих общественников, которые, собственно, активно высказывая свою гражданскую позицию, там, будет национальный вопрос, будет еще какие-то такие вот своеобразные темы гражданства и без гражданства, они потом не то что подвигались репрессии, но разговоры всевозможные были, люди боятся. Ну, хорошо, если это не… Транспорт, связь, банки, отношение к кредитам, то, что политику, собственно, экономическую составляют, тоже так будет, будет давление? Или это только касается этнолингвистического конфликта? Я думаю, что этнолингвистический, естественно. То есть во всем остальном можно выходить, медикам, учителям, там… С учителями сложно, потому что учителя, собственно, попадают теперь под норму закона лояльности. А что такое, расскажите? Это, в принципе, учитель не имеет права высказывать какую-то такую некую негативную оппозиционную государственную политику. Мухи против мёда или пчёлы против мёда не имеют права выступать? Нет, поэтому учителя, в этом смысле, учителя тоже не могут участвовать в каких-то там акциях протеста и риторику резкую какую-то вот применять. А кто ещё подпадает под закон лояльности? Ну вот, про учителя знаю точно. Любые госслужащие? Нет, ну госслужащие… Ну, госгосслужащими немножко другая ситуация, они зависят… А вот отличная тема, мы её себе поставим в портфельчик. Так, госгосслужащие. И вот у нас разрывается телефон, давайте всё-таки дадим возможность высказаться. Алло, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Здрасте. Я очень рад, что смог договориться, дозвониться до вас. Потому что вы должны говорить абсолютно правильные вещи. Людям действительно следует оторвать пятую точку от стула. И каждый день как пылью бороться с той грязью, которая нас окружает. Однако есть ещё такой момент. Вы, будучи людьми пришлыми, удивляетесь тем вещам, которые мы знаем, как отчина. Например, тот самый закон о лояльности, который вы себе в чемоданчик отложили. Но при этом судите и вердикты выносите. Но это вы сейчас судите и выносите нам вердикты. Мы говорим, что это надо обсудить. Мы обсуждаем. Мысль, пожалуйста. Я же вас не перебивал. Вот, например, Павел непонятно. То ли на полном серьёзе, то ли ёрничает. Говорит, конечно, надо закрыть русские школы и учиться на одном языке. Ну, давайте на секундочку поймите. Вот вы застрянете здесь в Латвии лет на... Потом Путин наконец-таки умрёт. Вы вернётесь со своими устаревшими устоями в другую страну и окажетесь в позиции той самой Тринды, которая вернулась сюда в Латвию из эмиграции, может быть, даже во втором или в третьем поколении, и пытается нам навязывать какую-то новую для нас, но мифическую, да? Чуть-чуть побыстрее можете сформулировать? У нас у нас остается одна минута. А вы меня чаще перебиваете, я ещё быстрее смогу. Спасибо большое. Хамство не нужно всё-таки в эфире. Путин никогда не умрёт. Это, видимо, для вас должна была сказать. А можно я быстро отвечу? Паш, давай, ответь быстро. У нас времени нет. Потому что, конечно, очень интересную тему поднял. И вот это вот Тринды, или как его называют, да, эти люди приедут, правильно сделают, потому что они вернутся на свою родину. Они с теми знаниями, которые они приобрели на Западе, и при этом оставшись патриотами Латвии, они помогают эту страну двигать вперёд. Я очень надеюсь, что мы тоже вернёмся в Россию и тоже что-то новое туда привнесём. Я уже 15 лет живу в Соединённых Штатах, и мне есть, поверьте, что ломать в той стране, которую я люблю и которую хочу вернуться. Света, буквально 20 секунд заключающее слово, какое-то резюме по поводу того, что такое гражданин и государство. Мы будем продолжать дальше строить прекрасное государство Латвии? Граждане должны поднять свою пятую точку, как говорит наш активный слушатель. Я бы очень призывала наших граждан поднимать свою пятую точку, уж простите, высказывать свою позицию, потому что, мне кажется, это очень не хватает. Очень не хватает сейчас диалога власти и гражданина. А это крайне необходимо. А мы в своих передачах будем стараться рассказывать, как это можно делать. Вот это уже обещаю я. Рассказывать и не выносить вердикты, и никого осуждать. Будьте, пожалуйста, внимательны к нашим словам. Большое спасибо. С нами сегодня были Светлана Саицкая, Павел Ивлев, Лена Лукьянова, Кюли Писпонин, звукорежиссёр Евгений Копеин. Впереди выходные. Видите себя плохо.